Министр обороны Андрей Белоусов критикует антинародные законы и требует реформ Андрей Белоусов, недавно назначенный министром обороны России, с решимостью атакует устоявшуюся систему власти, жестко критикуя антинародные законы и требуя справедливости в налогообложении. Его действия вызывают как уважение, так и страх среди чиновников и депутатов. С момента прихода на пост министра обороны, два месяца назад Андрей Белоусов занял активную позицию, выходящую за рамки традиционных обязанностей. На недавнем закрытом совещании с главами федеральных ведомств и депутатами Белоусов высказал свое недовольство по поводу законов, ухудшающих жизнь миллионов граждан. Он осудил несправедливую налоговую политику, при которой бедные вынуждены платить больше, тогда как богатые продолжают богатеть. Среди его предложений было требование к Центробанку снизить процентную ставку по кредитам до 5%, что вызвало значительное обсуждение в экономических кругах. Хотя многие эксперты отнеслись к этой инициативе скептически, общественность горячо поддержала другую идею Белоусова – заморозку индексации заработных плат чиновникам и депутатам. Назначение Белоусова министром обороны стало знаковым событием, ознаменовавшим начало новых перемен в правительстве. Его жесткая и бескомпромиссная позиция затрагивает не только военные вопросы, но и широкий спектр государственных дел. Его резкая критика в адрес законодателей и чиновников указывает на стремление к коренным реформам. Эти действия могут стать началом более масштабных изменений в российской политике, направленных на уменьшение социального неравенства и повышение ответственности власти перед народом. Белоусов выступил с предложением заморозить индексацию зарплат депутатов на 5 лет, подчеркнув огромную разницу между доходами народных избранников и простых граждан. Эта инициатива направлена на сокращение социальной несправедливости и призвана заставить чиновников задуматься о нуждах народа. На одном из недавних заседаний министр обороны России Андрей Белоусов поднял вопрос о неприемлемой разнице в доходах между депутатами Госдумы и среднестатистическими россиянами. По данным Росстата, средняя зарплата в России составляет около 87 740 рублей, в то время как зарплаты депутатов, с учетом всех надбавок, могут достигать 500-700 тысяч рублей в месяц. Белоусов отметил, что такая ситуация выглядит как насмешка над народом, особенно учитывая регулярную индексацию доходов депутатов. Министр привел примеры роста доходов парламентариев с 2013 по 2018 годы, когда депутаты вдвое повысили свои должностные оклады. Он указал на многочисленные привилегии, которыми пользуются народные избранники, бесплатный транспорт, служебное жилье, заграничные командировки, использование служебных автомобилей и другие бонусы. Все эти льготы, по словам Белоусова, обходятся бюджету в полтора миллиона рублей ежемесячно на каждого депутата. Для сравнения, Белоусов напомнил, что в СССР депутаты не получали зарплаты вообще, что только подчеркивает разницу в подходах к общественному служению, тогда и сейчас. В связи с этим министр предложил заморозить индексацию зарплат депутатов и других высокопоставленных чиновников на пять лет, призывая их умерить свои аппетиты и начать думать о простых гражданах. Предложение Андрея Белоусова следует рассматривать в контексте нарастающей критики в адрес правящей элиты за ее оторванность от нужд народа. За последние годы социальное неравенство в России стало более заметным, что вызвало недовольство среди населения. Белоусов, выдвинувший это предложение, может стать катализатором для других инициатив, направленных на улучшение социальной справедливости в стране. Если предложение министра будет принято, это может означать начало долгожданных реформ, способных изменить баланс сил в пользу обычных граждан. С другой стороны, эта инициатива может встретить сопротивление среди политической элиты, которая привыкла к привилегиям и высоким доходам. Предложение Андрея Белоусова о заморозке индексации зарплат чиновников стало громким заявлением о необходимости наведения порядка в верхах власти. Разрыв между доходами высокопоставленных государственных деятелей и обычных граждан достигает таких масштабов, что вызывает возмущение в обществе. Белоусов, как отмечают его сторонники, решил напомнить элите о таких забытых понятиях, как честность и справедливость. Особенно остро поднимается вопрос о том, что представители власти давно утратили связь с реальностью и преследуют лишь свои интересы. Введение закона, позволяющего не публиковать декларации о доходах, только усугубило ситуацию, позволяя чиновникам и депутатам бесконтрольно повышать себе зарплаты. Белоусов выразил мнение, что следовало бы не только заморозить их доходы, но и снизить их до уровня прожиточного минимума, чтобы увидеть, кто из них останется на своих местах. Более того, перекрытие всех схем побочного заработка могло бы привести к массовым отставкам в Госдуме. Хотя такие меры кажутся маловероятными, действия Белоусова по наведению порядка уже заслужили уважение среди граждан. Он также продолжает активно заниматься делами Министерства обороны, недавно предоставив Владимиру Путину результаты аудита ведомства. По данным источников, эти результаты оказались более чем тревожными, около 11 триллионов рублей бюджетных средств было потрачено впустую, оставив множество критически важных проблем нерешенными. Одной из таких проблем является нехватка разведывательных спутников на орбите. В настоящее время у России имеется лишь один спутник-шпион с качественной оптикой, тогда как необходимый минимум составляет 10 таких спутников. Российские танки, самолеты и бронетехника остаются без ключевых элементов активной защиты и современного вооружения. В условиях текущих вызовов это стало серьезной проблемой для боеготовности страны, а упущение в оснащении уже приводит к ощутимым потерям на поле боя. На сегодняшний день российские танки, включая даже дорогостоящий Т-90, не оснащены комплексом активной защиты арена, что значительно снижает их боевые возможности. Отсутствие серийного производства современных высокоточных вооружений, таких как ланцеты краснополь и управляемые модули повышенной корректности, также негативно сказалось на эффективности вооруженных сил. В то время как потребность в самолетах дальнего радиолокационного обнаружения продолжает расти, Россия до сих пор не построила ни одного нового серийного образца. Модернизация старых советских самолетов А-50, которых всего 7, является лишь временным решением. Острая нехватка в вооруженных силах самолетов радиоэлектронной борьбы, также стала серьезной проблемой, за последние 12 лет не был построен ни один новый самолет этого типа. Недостаток воздушных заправщиков усугубляет положение. За тот же период российские ВКС не получили ни одного нового самолета-заправщика, что критично сказывается на операционной гибкости и дальности боевых миссий. В то время как США значительно увеличили парк своих воздушных танкеров, Россия остается в этом направлении далеко позади. Исторически российская армия всегда стремилась к модернизации и техническому превосходству, однако отсутствие стратегических решений по ключевым программам вооружений привело к накоплению серьезных проблем. Промедление с запуском серийного производства новых БТР, таких как замена устаревших моделей БТР-80 и БТР-82, и неспособность перейти к массовому выпуску современных моделей БМП, например Манул, Драгун или машины на базе Курганец-25 и Армата, лишь усугубляют положение. Эти недостатки оборудования и технологий оказывают значительное влияние на боеспособность вооруженных сил и ставят под угрозу их эффективность в современных конфликтах. Эксперты считают, что причины сложившейся ситуации кроются в бюрократии, недостаточном финансировании и ошибках управления в предыдущие годы. Отсутствие активной защиты, современных систем разведки и поддержки, а также упущение в серийном производстве нового вооружения стали серьезным вызовом для российской армии. Эти проблемы требуют срочного решения, чтобы избежать дальнейших потерь и укрепить обороноспособность страны в условиях новых угроз. Решения, которые будут приняты в ближайшее время, могут оказать критическое влияние на будущее российской военной мощи. Также Андрей Белоусов озвучил шокирующие детали о способах обогащения депутатов на закрытом совещании. Белоусов сообщил, что депутатская деятельность нередко превращается в бизнес по оказанию услуг, что приводит к масштабной коррупции. Он заявил о разработке новой системы контроля, чтобы положить конец этим схемам. По его словам, исключительные полномочия депутатов часто превращаются в инструмент для личной выгоды, благодаря чему депутаты зарабатывают целые состояния. Белоусов подчеркнул, что депутатская деятельность зачастую включает посредничество между предпринимателями и муниципалитетами. Используя свой статус и связи, депутаты могут ускорить процесс получения разрешений, лицензий или согласований. За такие услуги они могут получать значительное вознаграждение, что приводит к значительному личному обогащению. Эти схемы стали слишком распространенными и негативно сказываются на доверии граждан к власти, заявил Белоусов. Он отметил, что такие практики необходимо искоренить и анонсировал разработку новой системы контроля для предотвращения коррупционных действий. Коррупция среди депутатов стала одной из наиболее обсуждаемых тем в российском обществе. Отметим, что подобные заявления от высокопоставленных чиновников, как Белоусов, свидетельствуют о растущем давлении на систему и необходимости изменений. Предыдущие попытки борьбы с коррупцией не всегда приводили к желаемым результатам, и многие схемы обогащения оставались вне поля зрения. Белоусов описал типичную коррупционную схему, в которой депутаты оказывают содействие предпринимателям в обмен на взятки или долю в бизнесе. В качестве примера он привел ситуацию, когда предприниматель, планирующий построить торговый центр, сталкивается с бюрократическими преградами. В таких случаях депутат, используя свои связи, помогает ускорить процесс получения необходимых документов. Взамен предприниматель предоставляет депутату деньги или долю в бизнесе, что приносит последнему значительную выгоду без необходимости заниматься бизнесом напрямую. Наши последние дискуссии с депутатами привели меня и мою команду к новой идее, которая, естественно, не понравится думцам. Идея эта новая и аналогов ей в мире нет, но она позволит нам контролировать почти всю деятельность политиков, бизнесменов и тех, кто по статусу должен отчитываться о своих финансах и имуществе, а также имуществе своих родных, отметил Белоусов. Он также подчеркнул, что депутаты имеют право беспрепятственно посещать различные организации и учреждения для проведения общественного контроля. Однако это полномочие часто используется для получения взяток за закрытие глаз на нарушения. В качестве примера, Белоусов привел случай, когда депутат, узнав о нарушении экологических норм на заводе, мог бы провести проверку и опубликовать результаты, что привело бы к серьезным последствиям для владельцев завода. Однако за вознаграждение депутат может не только игнорировать нарушения, но и использовать свои полномочия для защиты завода от других проверок. Также в современном российском законодательном процессе депутаты нередко оказываются вовлеченными в схемы, связанные с продажей голосов и лоббированием интересов. Как сообщил Андрей Белоусов, депутаты могут получать значительные суммы за поддержку определенных законопроектов или инициатив. Эти сделки зачастую остаются скрытыми от общественности, но они подрывают основы демократии и правового государства. Один из распространенных способов дополнительного заработка депутатов – это продажа голосов. Когда крупная корпорация заинтересована в принятии закона, который облегчит ведение бизнеса, ей необходимо заручиться поддержкой депутатов. Для этого корпорации предоставляют депутатам значительные суммы денег, оплачивают дорогостоящие поездки или предлагают другие блага в обмен на поддержку законопроекта. В результате, депутаты голосуют за законопроект, обеспечивая его принятие. Другой способ обогащения для депутатов – это лоббирование интересов. Депутаты могут получать деньги за представление интересов определенных лиц или компаний. Чем выше ранг депутата, тем больше объектов и сделок он может охватить своим влиянием. Например, если компания хочет получить контракт на строительство важного объекта, депутат, используя свои связи и влияние, помогает выиграть тендер. Взамен компания предоставляет депутату значительную сумму денег или другие блага. Продажа голосов и лоббирование интересов стали одной из главных проблем, ставящих под сомнение честность и прозрачность работы законодательных органов. Эти практики наносят серьезный удар по репутации депутатов и подрывают доверие граждан к политической системе. В последние годы общественное мнение все чаще обращает внимание на необходимость реформирования механизмов контроля и прозрачности в работе парламента. Андрей Белоусов подчеркивает, что для борьбы с этими явлениями требуется создание новой системы контроля, которая обеспечит прозрачность деятельности депутатов и предотвратит использование их полномочий в корыстных целях. По его словам, эта система будет уникальной и не имеет аналогов в мировой практике, что подчеркивает ее инновационный подход к решению проблемы. В последние годы растет число обвинений в коррупции среди депутатов, которые используют свои полномочия для личного обогащения. Андрей Белоусов отметил, что некоторые депутатские практики напоминают рэкет 90-х, когда защита от проверок и помощь в получении разрешений предоставлялись за вознаграждение. В условиях постоянного контроля и проверок малый бизнес становится жертвой таких коррупционных схем. Согласно заявлениям министра обороны Андрея Белоусова, многие депутаты используют свои связи и влияние для получения материальных выгод. Например, депутаты могут предлагать защиту от проверок и штрафов в обмен на регулярные выплаты. Малый бизнес, сталкивающийся с постоянными проверками, часто вынужден обращаться за помощью к депутатам, которые, в свою очередь, получают стабильный доход за свою защиту. Коррупционные схемы, включающие взятки за лоббирование интересов, также являются распространенной практикой. Одним из примеров является ситуация, когда крупная корпорация, стремящаяся получить выгодный контракт, использует связи депутата для выигрыша тендера. Взамен корпорация предоставляет депутату значительное вознаграждение, что делает депутатскую деятельность источником значительного дохода. Депутаты также могут использовать свои полномочия для продвижения личных или семейных бизнес-интересов. Например, депутат, владеющий строительной компанией, может использовать свои связи для получения государственных заказов, что обеспечивает его компании стабильный доход и обогащение самого депутата. Использование инсайдерской информации также стало обычной практикой среди депутатов. Зная о планируемых государственных проектах или изменениях в законодательстве, депутаты могут заранее приобретать активы или заключать выгодные сделки, что позволяет им получать значительную прибыль. Не менее популярным способом является создание подконтрольных организаций, которые получают государственные заказы, благодаря связям депутата. Такие организации управляются доверенными лицами, а сам депутат получает выгоду, оставаясь в тени. Коррупция среди депутатов является частью более широкой проблемы системного злоупотребления, полномочиями в государственной системе. В условиях недостатка контроля и прозрачности, депутаты могут использовать свои должности для личного обогащения. Это создает конфликт интересов и подрывает доверие общества к институтам власти. Исторически, борьба с коррупцией в России сталкивается с большими трудностями. Примеры включают различные коррупционные скандалы и попытки реформ, которые часто оказываются неэффективными. Введение новых механизмов контроля и повышения прозрачности должно стать приоритетом для обеспечения честности и справедливости в государственной службе. Проблема коррупции среди депутатов требует комплексного решения. Ужесточение контроля, повышение прозрачности и ответственность за злоупотребление полномочиями являются ключевыми мерами для борьбы с коррупцией. Только через создание эффективных механизмов контроля и повышения общественного доверия можно добиться, чтобы депутаты действительно работали в интересах общества, а не для собственного обогащения.